Всем привет, с вами Пиртуроба и сегодня я хочу показать вам бой 3х3 на карте Альварус. Со мной в команде был Саддак, он же Сайбот, за Имперскую Гвардию, за Вастпро, он же Ваяка, за Тау, кстати Ваяка Дон и Тау, он это знает, подтвердит. Против нас играла команда, таким, как бы сказать, составом клановским, в общем, Аз Нуби, это Нуби Нубиш, за Сумов, он всегда играет за Сумов, Аз Коуп Де Грейс, он же Олов, за своих Эльдаров, Аз Ауэнесс, как-то так за Тау, я не знаю кто это такой, неважно. Начинаем, ну я за ней кронов тут был, начинаю строить тролльку, потом его подумал, так и делитнул, нафиг. Тебе думаешь, пишет, чтобы ИГ, то что, он пропалил, в общем, наши расы, пишет наши расы какие-то, пишет Тау, чтобы спамить флешек. Ну, Олов пока в дискуссию не вдаётся, строит генераторы, покупает себе видящую. Всё-таки, тут была такая относительно сыгранная команда, я сыгран с воякой, ну и немного Сайботом, ну и Сайбот, а Сайбот сыгран с воякой, так как они были в одном клане ФПД. Тут даже вот, нейметэк есть у Садака, Сайбот, а ФПД. Ну, пока идёт стандарт, ничего мега интересного, начал играть через видящую и репов. Если честно, мы думали с Файкой, что проиграем в этом бою, то есть, против нас была стопроцентная сыгранная команда. Тут я специально НВ-шек вывел, и дальше не веду их на центр, потому что могли быть виспы от Тау, и нужно было бы чем-нибудь отбиваться от виспов обязательно. Сайбот отыграет через два гена, такой этический вариант. Ну и вояка тут. Олаф тут идёт в атаку, кидает обилку на раба. Убивает строителя, кидает шторм. Сайбот попытался построить турель на центре. Ну, в принципе, тоже относительно такой стандартной этой карте. Многие пытаются, всегда. Вояка тут начал играть через виспов, полетел к Нубинубишу. Тут уже Тау пришёл на помощь Нубинубишу. Но всё-таки вояка находит ген, но поздно. Тут уже дошёл по два, теряет вояка одного виспа. Тут вот на центре. И я и Сайбот отбиваемся от обуви. Вояка тут практически потерял всех виспов. Остаётся один висп, второй пополняется. Говорит обувь, что построил, сказать, реликт Тау. Ну, вояка почти всех виспов потерял, но генератор слил. Выходит вот ТК ближе. Тут я НЛ-ом прыгаю. На строителя. А, он Тау отдал эту точку. Понятно. А сам забрал его реликт. Нормально, в принципе. Для Тау четыре точки нужно как раз. Ну, и мы с Сайботом навались. Тут, судя по всему, он успел далипнуть. Просто во время боя на это внимание не обращал. Иду к ТК. Чтобы его вблизи бахнуть. А тут идёт перестрелка между Нуби-Нубишем, Тау ихным, и воякой. Ну, и мы отступаем быстренько. Так, тут у Тау база фактически пустая. Нуби-Нубиш пока в Т2 не идёт. Строит два гена. Олаф тоже в Т2 не идёт. Тау тоже. Тут вот вояка сливает тупо ФВ-шек. Хотел сказать, НВ-шек. Потому что тут как бы два ПК рипов плюс видящее плюс ФК. Я тут покупаю скоробей, встрою его лучшую систему, встрою запретный архив, чтобы были обилки. Попадает тут в минку. Олаф. Ну и сейчас они все идут давить почему-то вояку. Не знаю, чем вояка не понравился. По сути, надо было давить. Пытаться или ЕГЭ, или Некрона, но они решили задавить Тау. Ну, в принципе, Олаф знает, что вояка Донна Тау. Ну, хотя, вроде, он ничего и не писал, и не пикал. Я не знаю, тут я специально точку оставил одну сайботу, чтобы он взял строю тоже турель на центре. Ну и, по сути, сейчас база пустая у вояки. У него лишь один ТК жив. Тут у меня идут НВшки, они мне, в принципе, стоят на автоспаме, так как они бесплатные. Попадает в КС в минку, попадает в мои НВшки в минку. Ну, нормально, в принципе. Прыгаю сюда своим НВшки в минку. Вот у меня билки прокачались. Мой НВшки тоже попадает в минку. ФК идет в обахнут, но я использую шифтер. Останется неуязвимым. Ну и, в принципе, отгоняем оба. Ихнова Тау от вояки. Иду в Т2. Тут вот для строителей хотел вот так вот отправить аккуратненько по центру. Сюда вот вопнуть турку вояки. Вот я, кстати, скинул ее. А тут, наверное, минут 15 вояки пиков, чтобы он ее все-таки построил. А вояка ее просто в тупу не замечал из-за ландшафта, потому что она сливается с местностью. Вот так вот. Кидаю солярку. Чтобы их отогнать, кидают олов на белку зритящей и убивают моего НЛа. Не успел он уйти. Падает НЛ на колени. Ну и сейчас численный перевес у них по армии. В Т2 у него практически дошло. Сайбот уже в Т2. Пять генов. Второй я. Второй монолит. Вот, наконец-то, Сайбот мне взял точку. Спустя долгое время тут качаю свою турку. Вот, вояка, наконец-то, увидел мою турель, начинает ее тоже строить. Ну и, в принципе, они снова врываются на вояку. И, причем, я не знаю, они как бы и не давят, и че. Но вояка, кстати, пока в Т2 не торопится, у него, в принципе, проблемы с Сэком. его бахают постоянно. Сайбот тут вообще начал играть мега профессионально. Он сделает сейчас три Василиска. Вообще кошмар. Тут я специально турку пока не делитую, чтобы по ней дамаг брали, чтобы противники по ней стреляли, и не стреляли по ЛП. Так, в принципе, и происходит. Особенно с нового касается. Он стреляет по моей турке, стреляет по ЛП, все, турку я делитнул. Покупаю я НЭВА, строил лучшую систему, в которой монолит построился. Так. Нуби-нубишь в Т2, покупает Капилана, то есть он, видите, тут играет и через сериях, как бы, и через технику. Олаф тоже в Т2, Ихнатау тоже в Т2. Покупает машинку для роботов. Вайка тут опять сливает флешек. Все, НЛ у меня купился. Тут я говорю вояке, чтобы они не отходили, мы с Вайкой были в скайпе. Стой, бахайся, не ссы, все нормально. Кидаю за свет, все. Нормально. Вайка тут все-таки, кстати, отошел. То есть этот фланг, тут не пробит, турели, ХВТ-шки стоят, тут они пытаются прорывать бедного вояку. Машинка для роботика вышла. Улучшенная система есть. Ну и жду энергию, чтобы выйти в Т3. Потому что нужно было быстрее моно. Покупает первый Василиск. Сайбот строю я тут турель. Стоит и Сайбот турель тоже, чтобы 100% уже защитить этот вот фланг, чтобы остался только вояка. Ну и тут его, в принципе, вдвоем прикрывать. Кидаю вайке тоже еще одну свою турель. Он ее все-таки строит. Сейчас мне купятся НВ-шки, буду идти в Т3. Строит обувь тоже машинпит. Качает шторм видящий. стреляет обувь тут по вояке. Но я снова прыгаю, кидаю в Соляру, и обувь приходится отступать, так как он ничего уже тут не сделает. Ну и вайка подходит чуть ближе. Купил себе следопытов. Настраивает турку. Иду в Т3. Во втором аналитике у меня стоит бесконечная покупка, бесконечный спам НВ-шек. Они просто шли и шли непрерывной волной. Сайба тоже купил второго Василиска, а вот покупаться у нее третий Василиск. Говорит их на Тау, что го, го врываться, тут все-таки серы, все дела. А мы тут все дальше и дальше продвигаемся своей застройкой турелей. Кидает тут обилку свою по вояке. Чапы и серых. Вояка тут теряет флешек. Попытался тут взять дамагу на себя, чтобы флешки ушли. Потом использовал шифтер. Ну и в принципе у меня тут в легкую выживает. Тут идут роботики. Ну и Т3. Василиска это конечно мощь. Т3. Василиска не делают, так как не хватит по идее лимит для Бэнбэнда, но в принципе Сайбот потом скорее всего просто удалил бы СВ. Ну так вот в принципе и сделает. Стрелять они тут по ЛПшке, не по моей турке, кидают за свет. Они у Дуби-Дубиши видать стоят в синем режиме, то есть они сами не атакуют, а просто стреляют. Вот все начали атаковать. Ну и сейчас в принципе моя турка берет на себя дамаг. Вайка вышел в Т2 вот совсем недавно. Профессионализм стрелять словом. Ну что-то их убили в принципе показать не успел. Вот на центре мега застрой идет. Ну так в принципе тоже тактика есть. То есть все медленнее и медленнее. Продвигаемся к центру. Эту застройку фиг прорвешь, я уже устрою себе энергетический контур. Можно было бы это все делать намного раньше, но тут стрел турель на всякий случай. Ну и вайку тут в принципе прорывают. Тут я накопил резок на монолит, но сейчас я буду покупать оружиеца. Ну в общем сущность богов к танкам так я понимаю, что сейчас уже могут вайку в принципе прорвать. Они уже снесли три ОП и нужно было что-то делать да побыстрее по-любому. А на центре мы не даем выйти обуву. То есть он тут ездит своим танкам, но особо плюсов не делает. И польза не несет. Кидаю за свет на этих роботиков мощных. А на центре Сайб отстроят еще турели. Больше турелей богу турелей. А Василийский встают и не дают им нормально пройти на центре. Тут в принципе уже вор тоже не пройдет. Тут куча моих турелей плюс хвтш плюс тут турки можно сделать антитех и все. Все, сущность богов Ктан есть. Прорвращаю своим анавом в него быстренько. Вот тут я попытался взять под контроль серых, но почему-то они не взялись под контроль. Такое-то бывает. Потому что отряды не берутся. И это, блядь, я хотел вот бак заю за себе чапу забрать навсегда. Прыгаю на центр, кидаю монолит ложный. Ресов мне совсем нету. Как вы видите, потому что я покупаю себе настоящий монолит по трейдин-хоуду. Мы, кстати, я хотел сказать выигрываем, но нет. Одна точка принадлежит Тау. Саб отстроит марсианский. Телепортируюсь монолитом на помощь базе вояки. Тут, потому что и так турели достаточно на центре. ну и бедный олов огреб тут машинку потерял и убегает. На фове получает еще выстрелы от василисков. Плюс монолит мой хорошенько раскидывает. Тут вот нуби-нубишь начали делать высадку, кидает рейдноутов. Вот у меня монолит настоящий вышел. Его портнул. Тут вот три хвтшки входит четвертая хвтшка. Ну тут, в принципе, все, пушки не выжить никак. Подходит пятая хвтшка. Саб от, конечно, мастер застройки. Три василиска. Ну а тут, в принципе, пока защищаю вояку. Качну себе первый грейд на НВ-шек. Говорит нуби-нубишь, что он будет делать прыжок сюда вот на мою базу, чтобы уничтожить монолит, снести меня. Но все-таки уже монолит у меня есть и пока он жив, я буду не уничтожен. Тем более, что у меня, в принципе, резов хватает, чтобы строить еще один монолит. Встрою еще одну турель тут. Как, кстати, я бы тут воткнул ХВТшки крестиком таким, а? Квадратиком. Ну все, центр полностью под нашим контролем. У меня тут дофига НВ-шек, я их пополняю, чтобы тоже портнуть их. Я им сделал второй, так, второй грейд есть. Вот, кстати, начинается вброс ко мне на базу, но, в принципе, мне уже по барабану армия у меня есть, монолит поднят и, вообще, мне плевать на все. Я крутой. Кидает тактический штаб сюда Сайбот, но не вовремя. Да, я, в принципе, на это даже внимание особо не обращаю, ну как бы, ну портнулся он, и че. Лесов мне хватает на еще один монолит, скинуть и отстроить его. Ну, я делаю порт. Вот сюда вот. На базу к Тау, потому что нужно было его убивать. Тут у меня армия смерти тоже готовится. Все. Портится моя армия смерти сюда. Центр тоже было не прорвать, по сути. Вот, и вы подъезжает перед сюда карающий меч Сайбота. И какой смысл в этом всем? То есть, тут по-любому понятно, что будет. Да, Тау в Т3 он купил у себя Эфирива. Может быть, даже там Т4, в принципе. Вот, доходит у него у Мантка. Говорит Ноби, чтобы с Декапери Декапили Релик. Ну, а в принципе, смысл его Декапить-то? Потому что, как бы, Монолит есть, карающий есть. Смысла Декапить точку нету. Вообще. Ну, и в принципе, все. Тут Тау, понятное дело, уничтожен. Тут у меня куча НВ-шек, плюс Монолит, плюс покупаются Хэви-Дестроеры. Так как, в принципе, леса хватает, опять же. На это все. Плюс на центре идет мой забагованный Монолит, который я отстроил. То есть, у меня два Монолита сейчас, по сути. Олаф, я подозреваю, так он покупает Орлетина. Так, он в Тау-3-то вышел. Неясно. Да. Качает Донику. Тут у меня, кстати, почему-то забагал Дестроер. Он мне просто... Я приказал ему катиться сюда, но он мне просто... А вот, сейчас. Я увидел, отправил его сюда. Все, в принципе, главка уничтожена тут. Ну, тут стало все ясно. Да, тут Нуби-Нуби же сделал свой врыв, но а смысл? Ну, кидает он орбиталку вот сюда. А зачем? Смысл этой орбиталки не ясен тоже. Уничтожил тактический штаб, так это того не стоит, вроде как. Все, врыв бессмысленный. Овова убивает тут Сэбот. Тут покупается рыба-молота, но опять же, а смысл в них? У меня тут три монолита. Да, раз, два, три. Три монолита, но Овов пишет ГГ, потому что тут все ясно. Когда есть три монолита у Некра, тут все ясно. Плюс, я сейчас куда-то скину свой еще один монолит, буду просто строить его на земле. Центр этот урелин. Все, тут все ясно. Где были призмы оба, я не знаю. 18-ая минута, где призмы? Все равно, ну то есть, даже если ты играешь в Раши, там призмы как бы должны быть уже к тому времени. Так, Нуби-Нуби что-то пытается выйти, прорваться с боем. Ну и в принципе остается только он. Не выходит, играет до конца. Тут вот вояка. Невидимка, у него на базе хозяйничает. Подъезжает сюда карающий меч Сайбота. И пишет он АГГ. Акман Альга тоже забагал. Отстроил его. И он у меня теперь постоянный. Конечно, тут Нуби-Нубеш ЛП3 себе. И монолиты я в принципе портую. Потом этот буду портить. Но это уже все бессмысленно, так как Нуби-Нубеш тоже побежден. На фоне такой огромный взрыв. Сразу трех монолитов. И лазерные выстрелы карающего меча. Вот статистика, кому интересно. Вот такой вот был бой. Надеюсь, вам понравилось. Спасибо всем, кто посмотрел. И всем пока.